В Качканаре, в городе с населением меньше 50 тысяч человек, но славным своим горно-обогатительным комбинатом, на базе центральной городской больницы, официально и торжественно, с участием министра, депутата и мэра, открылся новый диагностический центр, эх да что там, суперцентр, которому может позавидовать даже город-миллионник. Участвовавший в открытии суперцентра областной министр здравоохранения Андрей Карлов даже использовал в речи слово «потрясен», а уж он-то повидал разные больницы и разные диагностические центры. Я, конечно, потрясен в хорошем смысле. То есть, такое оборудование, как правило, находится в ведущих клиниках третьего уровня, а здесь у жителей Качканара есть возможность пользоваться этим оборудованием диагностическим. Хочу отдельно сказать, что вот здесь мы реализовали так называемую систему, первый этап систем диагностических центров, что это такое. Эти диагностические центры должны быть в каждом городе, где население примерно 50 тысяч и выше. Оно позволяет одновременно контролировать ситуацию в онкологии, то есть раннее выявление онкологических заболеваний, раннее выявление пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такие как нарушение мозгового кровообращения, когда можно сделать КТ и посмотреть под рентгеновсиление строение сосудов головного мозга, а также сердце. При этом все необходимые условия, высококлассное оборудование, оно у качканарцев есть. Благодаря поддержке областных властей и лично губернатора Евгения Куйвышева, и благодаря национальному проекту здравоохранения Качканарское ЦГБ получило очень популярный в ковид эпоху компьютерный томограф, цифровой маммограф, цифровой флюорограф, а также системы эндоскопической визуализации для проведения гастро- и колоноскопии, аппарат УЗИ, дерматоскоп и даже прикиньте аппарат для определения натрииуретического пептида. Кто-то спросит, а от ке ли такие деньжищи в небольшом рабочем городке? Ведь все эти аппараты стоят наверняка немало. Конечно, сам город такую финансовую нагрузку не потянул бы никогда, вначале не Москва. Новый диагностический центр стал результатом триединого сотрудничества между областной властью, мэрией Качканара и Евросхолдингом, в который входит Качканарский горно-обогатительный комбинат, читай, градообразующее предприятие Качканара. Власти за несколько лет создания нового центра вложили в него 100 миллионов рублей. И Еврос дал столько же. Ну, вы понимаете, что деньги деньгами, железо железом, но главное это люди, специалисты. Можно дорогущего железа поставить хоть на миллиард, но если нет человека, способного совладать с новейшей цифровой техникой, то груш цена этой аппаратуре. В Качканарской больнице таким специалистам обзавелись заблаговременно. Выписали молодую барышню аж из Центральной России и создали ей все условия для жизни и работы. Наталья Игоревна, это молодой специалист, который приехал к нам из Центральной России, готовый специалист, работающий на компьютерном томографе. Появление компьютерного томографа позволит врачам выявлять у клиентов на ранней стадии рак и сердечно-сосудистые заболевания. Выигрыш во времени снижает летальность и облегчает реабилитацию после всяких там инфарктов и инсультов. Самое главное все-таки это доступность и качество в малом городе. То есть раньше приходилось жителям ездить в другие города, более крупные, да. И часто это случалось еще за свои деньги, потому что очередность там длинная. Вот самое главное, что мы эту проблему сейчас решаем. Второе, мы решаем это наполнять медицинскими кадрами, да. Вот сегодня я делал эти показатели, вот долгосрочная программа, муниципалитет помогает, как жильем, так называемым подъемным. И третье, наверное, почему-то все получилось, да. На самом деле это лично там контроль инициативы губернатора Василия Владимировича, да. Вот когда дал конкретное поручение, Андрей Александрович тоже полностью включился. И соответственно, спасибо компании «Еураз», которая вот, слушай, довольно-таки оперативно в этих тяжелейших условиях, да, там экономически, оказалась в содействии. Ранее, которое оборудование у нас стояло, оно было не цифровое, оно было пленочное. Сейчас оборудование стоит высокоточное, цифровое. Поэтому даже минимальные изменения мы будем видеть. И соответственно, на более ранних стадиях мы будем видеть. Здесь вопрос двойной, да. Один момент пропускная способность, другой момент желание пациентов прийти на плановое обследование. Порой мы видим, что некий нигилизм, да, что не хотим, отрицаем, что мы и так все знаем, все здорово, все хорошо. А потом, когда уже появляется та или иная клиника и обращаются к нам пациенты, к сожалению, медицина не может помочь так, как бы хотелось нам и полностью излечить пациента. Так стадии бывают порой и запущенные. Аминь. Аминь.